Первый в истории России Ненецкого округа гастрономический фестиваль «Тундра» прошел в Нарьинмаре в день празднования юбилея Ненецкого округа. Он стал одним из главных событий года в регионе. Моя коллега Екатерина Дементьева продолжит. Масштабно, вкусно, интересно. Именно так можно охарактеризовать тундровый гастрофест, на который съехались рестораторы из Москвы, Вологодской, Архангельской и Смоленской областей, Краснодарского края, Удмуртии и Татарстана. Местные рестораторы не остались в стороне. Приняли самое активное участие в подготовке и проведении большого праздника еды, организатором которого выступил региональный центр развития бизнеса при поддержке Ненецкой нефтяной компании. Мы пригласили соседей, пригласили. У нас участвует Юг, Сибирь, центральная часть. То есть настолько разная культура. И хотели, чтобы наши жители посмотрели, как в других регионах и какие интересные блюда, рецепты существуют. У нас очень большие перспективы в гастрономическом туризме. Потому что мы на самом деле, мы реально понимаем, что мы даже 90% не используем того, что у нас растет. Вот на конференции, которая будет проходить 17-го числа, нам будет презентовано мороженое с ягелем. То есть очень много есть историй, которые можно использовать. У нас сейчас приехали ребята с чайной высоты. То есть мы будем мониторить и думать, какие местные чайники можно сделать. Здесь, на площади Ленина, на гастрофесте, собрались представители разнообразных кухонь из разных уголков нашей страны. Удивляли все. Чем мы сегодня вас будем удивлять? Мы будем готовить бургеры с копченой треской, бургеры с копченой свининой, запеченную картошку с грибами и копченой треской, яблоки с брусникой. Все, чем богат Архангельская область. Порадовали жители округа своими вкусными, горячими и несколько необычными по форме пельмешками гости фестиваля из Удмуртии. Татарстан на гастрофестивале представляли мастера из гильдии поваров республики, которые, не успев приехать на далекий крайний север, уже обещали сюда вернуться. Татарская кухня – одна из самых вкусных в России. Нас встретили очень хорошо, прям, ну, честно, с такими объятиями, прям, вот, очень хорошо. Во-первых, погода. Погода была прям замечательная. Мы прилетели сюда, вот погода была плюс 17. У нас был дождик в Казани, мы сюда прилетели, у вас жара, солнышко. У нас это прям, ну, солнышко уже встретило нас хорошо. Люди нас встретили хорошо, все дружелюбные, общительные. Ну, нам понравилось, первое впечатление очень хорошее. И мы обязательно еще вернемся сюда. Вокруг гастроплощадки Краснодарского края – настоящее столпотворение. Здесь основатель проекта «Шишкин пир» из города Сочи готовил свой фирменный плов. Не только готовил, но и рассказывал, как готовится плов, в какой последовательности закладываются его ингредиенты, какие секреты нужно знать, чтобы в результате приготовленное блюдо стало таким, что пальчики оближешь. А рассказчик Андрей Шишкин – отменный. Мы готовим плов. Это авторская вариация смеси узбекского азербайджанского плова. Такой вариант, адаптированный для любого жителя России. И с небольшим количеством жира, с очень вкусной свежей бараниной, с красотарским рисом. Такой плов, который в любой точке России можно приготовить и можно съесть. На приготовление плова ушло более четырех часов. Гости гастрофестиваля с нетерпением ждали заветного часа, чтобы его попробовать. Время зря не теряли, поскольку в рамках фестиваля еды работали различные мастер-классы. Их провели гости из Москвы, Пскова, Смоленска. Представьте, всего за полчаса можно было узнать секреты и научиться варить сыр по-смоленски, печь пряники по-псковски и создавать тундровый букет по-нинецки. Сейчас мы были на мастер-классе по сыроварению. Научились буквально за, наверное, 30 минут готовить из молока, сметаны и яйца самый настоящий творожный сыр. Вот как-то в двух словах это было так. Да, вы не используете. Я прям, наверное, сегодня-завтра пойду и сварю дома для жены, для ребенка. Очень все замечательно, конечно. Организаторы на высшем уровне. Подготовлено, конечно, все очень хорошо. Продумано. Погода, я так поняла, нам не помешает никогда. Наша северная, да. Кухня замечательная. Пирог уже попробовали. Очень вкусный. Надеемся, что он войдет в рекорду Гиннесов. Ну, ждем плов. Еще хочется очень попробовать настоящего вкусного плова. Кстати, мастер по приготовлению плова Андрей Шишкин поделился с нами своей идеей. Он планирует посетить округ еще раз, чтобы создать рецепт арктического плова с олениной и местной ягодой психой вместо барбариса. А теперь о главном событии гастрономического фестиваля «Тундра» – самом большом пироге с северными ягодами. В его изготовлении приняли участие три организации общественного питания – Наринмарский хлебозавод, Наринмарское потребительское общество и потребительский кооператив «Север». Для начала давайте заглянем на кухню одного из них. Телеканал «Север» в ночь на 15 сентября подсмотрел, как наши мастера этот пирог пекли. Всю ночь работники трех предприятий общественного питания будут выпекать части для самого большого в России пирога с северными ягодами. Только вообразите, пирог весом более 100 килограмм и 9 метров длиной уже к утру будет изготовлен и собран руками этих без устали трудящихся профессионалов. И все это для того, чтобы громко и вкусно заявить о нашем городе. В изготовлении пирога принимают участие акционерное общество Наринмарский хлебозавод, Наринмарское потребительское общество и потребительский кооператив «Север». Также в процессе участвуют рестораны «Фрегат в Пустозерске», «Заполярная столица» и «Тиман». Но они выпекают дополнительные приставные части с мясной и рыбной начинкой, которые не будут учитываться при фиксации рекорда. Мы планировали изначально три начинки, но возникли сложности с заявкой в Книгу рекордов, потому что они не понимали, что такое три начинки. То есть нужно было как-то конкретизировать, мы должны были подать состав, рецепт, то есть вот это вот все. И поэтому приняли решение, что делаем именно северные ягоды. Подобный опыт для наших предприятий, участвующих в изготовлении пирога, новый и трудоемкий. Но идея стать частью такого события придала сил. Процесс приготовления достаточно сложный, трудоемкий. Требует много затрат и навыков. Не каждая домохозяйка может дома приготовить такие роги. Поэтому надо, чтобы, конечно же, было и хорошее оборудование, и сырье. Ну и, соответственно, самое главное – это мастерство работников наших. Вот благодаря им у нас все получается. Пекари, из-под чьих рук выходят красивые и ровные части для будущего рекорда России, признаются, что волнуются. Но участие в таком масштабном мероприятии – это большое событие, и быть причастным к нему – честь. Ну, для нас это первый такой опыт. Пироги такого формата мы, в принципе, никогда не делали. Тем более, сложность в том, что они безбортовые. Чтобы ягода не растеклась ничего, ну, чтобы все красиво получилось. Вот. Волнуемся. После фиксации рекорда пирог будет предложен для дегустации всем желающим. Самый большой пирог из северных ягод в России с результатом 108,7 килограмм объявляю официально зафиксированным. Бурный аплодисмент, дорогие друзья, 108 килограмм с лишним. Сертификат в Лиге рекордов России – до 208,7 килограмма. Самый большой пирог с северными ягодами.